От общественно-культурного центра до озера Песчаное проехать собравшимся предстояло 20 километров. Почти все верхом на современных скоростных байках и лишь один на стареньком Урале. Со своим первым и единственным велосипедом Юрий Адлерский не расстается с 2007 года. За 9 лет ежедневной эксплуатации двухколесный друг не подвел ни разу. Вообще на дальнее расстояние очень люблю ездить. Благовещевский аэропорт Марково. Обычно 30 километров у него в день. Самый маленький. Машины, ливневки мешают. Отметить велопробегом окончание сезона решились около трех десятков благовещенцев. Почти все члены городских велоклубов. Хотя присоединиться они приглашали всех желающих. Многих наверняка испугало ветреное и холодное утро, говорят организаторы пробега. И добавляют, плохой погоды у велобайкеров не бывает. Бывает неправильная одежда. Ну вот шапочка на флисе у меня, допустим, да, обязательно. Но очки, это тоже очки желательно, потому что ветер будет, надо продувать, будут слезы в глаза, это тоже не очень приятно. Перчатки обязательно, чтобы были, потому что первые на велосипеде страдают, это пальцы рук и ног. Они сразу охлаждаются. Желательно две пары носок, вот, и одни, чтобы даже были такие высокие, типа гольфы. Термобелье обязательно под низом должно быть, которое быстро на тебе высохнет, если ты вспотеешь. Ради правильной одежды организаторы в этот раз смягчили требования безопасности. К путешествию через город допустили участников без шлемов. Так массово велосипедисты Благовещенска закрыли велосезон в первый раз, но уверены, что точно не в последний. Мария Селезнева, Михаил Величкин. Программа «Город».